Салем до стар! Бул Каштанов, Миннен Каштанов Реакшен, Арнамакош, Кель Денисдер. Сегодня у нас будет реакция на видео под названием «Переехали в Казахстан. Все не так, как ты думаешь». Без лишних слов приступаем к просмотру, но прежде чем мы приступим к опрахме, за то, что подписывайтесь на канал до стар. Кто еще не подписался, внизу кнопка, переходите, подписывайтесь. На канале скоро будет 200 тысяч подписчиков. Ребята, давайте сделаем это вместе. Кстати, также подписывайтесь на мой Бусти и смотрите реакции на сериалы, а также фильмы по вашим заявкам. Там также действует бесплатный двухдневный пробный период. То есть подписались, посмотрели, что и как там происходит. Если вас все устраивает, то, как говорится, оставайтесь навсегда. Да, ребята, там уже есть подписчики, которые больше двух лет на Бусти. Стабильно продлевают подписки и их все устраивает. Во все тяжкие, ходящие мертвецы, Игра престолов, Лост, Остаться в живых. Мировые сериалы, которые мы смотрим, ну или же недавно посмотрели. А также напоминаю, фильмы по вашим заявкам. В общем, всех жду в подписчиках. Ну а мы приступаем. Это Бурлака. Последние полгода я живу в Казахстане, но это видео не о каких-то моральных страданиях, а наоборот. Для человека, который всю жизнь прожил в одном месте, все оказалось гораздо легче, чем я мог подумать. Хорошо встретили, да, видимо. И это на самом деле огромное счастливое стечение обстоятельств. Изначально я собирался жить в Астане, все-таки столице. Но когда я приехал туда, то первое, что сделал, это надел на себя всю одежду, которая у меня только была. Но всего меньше суток на поезде, и в Алматы я гулял уже футбол. И это был октябрь, да? Для меня это, конечно, второе. К сожалению, Алматы известен тем, что это один из самых сейсмоопасных регионов. И за это время здесь было целых два землетрясения. Но я оба проспал. А я думал, он скажет, что это один из самых дорогих городов Казахстана. Вот у меня первые ассоциации были. Оказывается, сейсмоопасные, да? До приезда в Казахстан я практически ничего не знал про эту страну. И как убежденный атеист, я понятия не имел, какая здесь религия. Да, основная религия – ислам. И в голове есть вот эта навязчивая мысль со всем навязанным негативом. В пяти минутах от меня находится большая мечеть, и каждую пятницу там проходит молитва. Вообще она проходит там каждый день, но в пятницу такая самая масштабная. Но знаешь, а ведь никто не заставляет тебя что-то делать. То есть здесь идет молитва, а здесь иду я. В наушниках и слушаю свой любимый Brutal Dead Black Metal. Светит солнце, и всем хорошо. Единственное, о чем я навел справки до приезда – это цены. И все, кого я спрашивал, говорили мне примерно одно и то же. Вообще не парься, там все дешево. На самом деле у меня… Самое большое заблуждение, а как следствие разочарования, наверное, да, всех россиян, которые переехали в Казахстан по известным событиям. Про ощущение, что я где-то ошибся и приехал в какой-то другой Казахстан из параллельной, более дорогой вселенной. Я нашел только три вещи, которые здесь дешевле относительно Москвы. Это такси, рестораны и барбершопы. То есть если в Москве ты ездил на такси исключительно в рестораны и в барберы, то здесь для тебя будет, конечно, рай. Так вот, еда здесь стоит примерно столько же, либо дороже, как и в Москве, а жилье – это отдельное боль и страдание. Двухкомнатные квартиры обходятся примерно в 50-55 тысяч рублей, если переводить по новому курсу. А я до сих пор так и не привык считать в местной валюте. И это не какая-то суперсовременная квартира в пентхаусе на вершине горы. Обычная двухкомнатная. На окраине за 45 тысяч рублей можно снять. Да, рядом с квартирой есть метро и Арбат, но все равно это не самый дорогой район, но и не самый дешевый. А почему не надо жить в самом дешевом – сейчас объясню. Так. Пока не начнешь полноценно жить в каком-то новом месте, то многие вещи не знаешь и не понимаешь. Казалось бы, первую квартиру я арендовал всего в 30 минутах от центра, примерно 40 минут на автобусе. Но оказалось, что эти показатели верны только при попутном ветре и желательной ночью. Часто этот автобус либо не приезжает, либо проезжает мимо, а если и останавливается на остановке, то когда открываются двери, выясняется, что там месиво из человеческих тел. В обратную сторону было все еще хуже. Дорога до дома занимала примерно 2 часа. Только такси. Я приезжал домой только, чтобы сказать детям – привет, спокойной ночи. Так жить, конечно, нельзя. Вообще, вообще не вариант. Мало того, что автобусы битком, да, так они еще и могут не остановиться. Нужно метро. Метро есть, да, но там, я так понимаю, одна ветка и то прямо вот в центре. Вот в таких мегаполисах нужно метро строить, конечно же. Здесь, кстати, есть метро, и оно довольно современное, чистое и красивое, но со своими особенностями. Здесь всего одна ветка и интервал движения между поездами примерно 10 минут. В час пик у меня получилось зайти в вагон только на конечных станциях. Поэтому метро пользуюсь только на выходных в середине дня. Про людей не буду особо много рассказывать. Здесь они действительно дружелюбные и позитивные. Даже если спросить чат GPT «Расскажи мне, зачем стоит переехать в Казахстан?», он ответит «Ну, конечно же, люди». Наверное, главная информация, которую ждут те несколько моих постоянных подписчиков, это «А что там вообще с фотосъемками?» С фотосъемками здесь то же самое, что и везде во всем мире. Потому что фотограф, я бы сказал, это международная профессия. Огромный плюс Казахстана, и я еще год назад не назвал бы это плюсом, это работа Инстаграма без VPN. Соответственно, здесь ты можешь запускать рекламу в Инстаграме. А Инстаграм здесь любит и фотографируется тоже. Ну и раз уж я заговорил про заработок, то, наверное, нужно упомянуть один важный момент. На первых порах мне очень помогла большая съемка, которую я начал еще в Москве, но не успел закончить. Со мной связался заказчик и предложил заниматься хотя бы ретушью фотографий. В общем, если суммировать, то делай свою работу хорошо и не будь ебланом. Универсальная формула жизни. Да, тут трудно поспорить. Трудно не согласиться. Так нравится в Алматы, это горы. Тот, кто всегда жил рядом с горами, меня, конечно, не поймет. А тот, кто из более центрального города, я думаю, оценит. Для меня до сих пор непонятно, как местные жители просто ходят по улицам и не смотрят каждую секунду на горы. Это ладно, не смотрят. В комментариях писали под реакциями тоже про Алматы, про горы, что есть даже такие, которые ни разу не были в горах, при этом живя в Алматы. Вот это для меня вообще никак не укладывается в мое мироощущение, мировосприятие, в мое сознание. Как? Почему? Может быть, даже есть те, кто смотрит эту реакцию, это видео, кто не был в горах ни разу. Срочно в горы, срочно! Мы с женой до сих пор каждое утро тыкаем в них пальцем, смотри, как красиво. Естественно, пока я не работал в офисе, я только занимался тем, что снимал горы. Обязательно зайди в мой инстаграм, чтобы проверить. К сожалению, сейчас времени не так много, но я как-то пытаюсь организовать эти две части своей жизни. Так что обязательно подписывайся на канал, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. У меня на этом все. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Лайк, подписка, колокольчик. И заходи в инстаграм, чтобы поздороваться. Пока! Нормально. Ну, такое легкое, интересное видео, подача такая уверенная у человека, да? Приятно смотреть, слушать. Тоже, ребята, от вас, от тех, кто смотрит это прямо сейчас. На канал, на мой канал. Лайк обязательно, комментарий, подписка. 200 тысяч подписчиков сами себя не соберут. Так что, ребята, давайте, давайте поднатужимся и сделаем это вместе. Ссылка на оригинальное видео в описании. Кто хочет перейти на канал, на влог, на инстаграм этого молодого человека. Соответственно, вы знаете, что нужно делать. Так что, ну, в принципе, ничего нового не узнал, да? Цены, как в Москве. Алматы — это горы, вокруг зелена, красиво. А Астана — это все-таки про... Это про бизнес, да? За большими бабками. А Алматы — это так. Больше творчество, искусство и жизнь рядом с природой. Наверное, как-то так. Ребята, не забывайте подписываться на мой Бусти. Ссылка на него в описании. Как я уже сказал, там очень много всего интересного. Действует бесплатный двухдневный пробный период. То есть, можно подписаться, посмотреть, а нау-ма-нау, что там, как происходит. И остаться на Бусти. Конечно же, навсегда. Так, все, на этом все. Всем пока, удачи, до встречи.